В России есть это все, и проблем нет, и я продолжаю работать. Это видео о новой реальности настройки. От того, что сейчас происходит в мире, мы нифига не в восторге. В нем Витальян начинает работу на новом объекте, на который он завез только отечественные материалы. Полный аналог и замена рехни в том числе. Да, оказывается, в России есть свои заводы. Это завод, где производят полимерные трубы из шитого полиэтилена. Которые выпускают трубы. Впадает сюда, вот в этот. Многие называют его реактор. Это не совсем правильно. Краны. Сердце шарового крана – это его шаровый затвор. Многие это берут, которые там заходят с не венером и просто с не венером. И котлы отопления. То есть с октября, с ноября и по сей день эти тены здесь насилуются до смерти. Также в ролике будет небольшое, но очень интересное интервью с директором завода ЛД. Вы пересели на «Жигули»? На «Жигули» пересел, да. Нет, не подумайте, этот ролик не о том, что у нас все идеально. 80! 85! Проблем у нас хватает. Вот импортозамещение, а станок-то импортный. Он скорее о том, как невзирая ни на что, идти своим путем. Это вообще не проблема. Никто не ноет, мы не вякаем, в отличие от некоторых тут. На случай, если у кого-то в нашей стране хватит мозгов, чтобы заблокировать YouTube, мы выложили этот ролик и на Яндекс.Дзен. Приятного просмотра! Привет, ребята! В общем, добро пожаловать на мой объектик. Вот здесь раз, два, три. Это крутые ЖК, какие-то там навороченные квартиры, прям охренеть, фельдеперсовые, дорогие. И все это, этот дневник дизайнера, Шапошников же у него фамилия, да? Вот он там снимает свой этот контент, да? Но у нас таких нет, у нас нормальные все ребята работают. Мы здесь на задворках, скажем так, да? На задворках блогеров-миллионников, да? У нас объект вот такой. Чуть больше 200 квадратных метров домик. И здесь нам предстоит реализовать, вы не поверите. Обычно я так и делаю, кстати, в домах. Это водопровод, канализация. Этим и занимаемся, собственно говоря. Делаем обновление, отопление, водопровод, хозяйственное питьевое, канализацию. Ребята, наверное, хреново слышите звук. Сейчас я открываю окна, чтобы вам было лучше меня слышно. Вообще у нас тут нулевой день на этом объекте. Я привез часть материала, привез инструменты. Сегодня, ну вы смотрите сильно позже это видео, а у нас здесь сейчас, 1 мая, пока вы готовите шашлычки, там майские праздники у вас, мы здесь работаем на стройплощадке. И для вас, ребят, это видео. И видео это не о том, как я монтирую здесь коммуникации. Как и, например, в прошлом ролике было, где мы лепили вот этот котел. Многие переживали, что он взорвется и загорится. Это самодельный котел, который я высрал из говна и веток за шапку сухарей. Показал, как. Кто-то не понял, как. Кто-то понял, но подумал, что все взорвется и сгорит. И вот, в общем, этот котел временный, я там использовал на том объекте, и после него еще на двух, и этот еще третий, после того будет также этот котел использоваться здесь. Он электрический, и у него через то, что он самодельный, есть косяк в том, что он делает, я не электрик, возможно, неправильно скажу, перекос по фазам, или как это называется, неравномерная нагрузка. То есть я включаю один тен, нагружается одна фаза, включаются два, нагружаются две, а третья, допустим, свободная. А вот этот котел заводской, я его так вот поверну, покажу тебе. Это зота, и он называется баланс. Баланс, потому что он балансирует, нагрузку распределяет. То есть, включая на первую ступень, я нагружаю сразу три фазы чуть-чуть. Вторая ступень нагружает сразу три фазы чуть больше, третья нагружает на максимум. Это 12-киловаттный котел, и он тоже временно будет установлен здесь, на этом объекте. Временно, на пару-тройку лет, пока не подключит газ. Когда подключит газ, этот котел станет резервным. А пока это будет основной котел, основная теплогенераторная установка. И этот ролик не о том, как его смонтировать. Об этом вы посмотрите на канале Будни Сантехника, как этот рукожоп в кепке там будет это делать. А в этом ролике мы с вами посмотрим, как его производят на свет. Что нужно для того, чтобы изготовить этот котел. И из чего именно, как его собирают, откуда комплектующий. И все это для вас прямо сейчас. Мы с вами попали на завод зота. И здесь, на этом заводе, производят твердотопливные и электрические котлы. И об электрических котлах, в частности, мы как раз с вами и поговорим. А, сердце электрического котла, это электрический тен. Электрические тены производятся прямо здесь, вот в этом 701-м цеху, который находится у меня за спиной. Вот в этих коробках 6-метровые трубки из нержавеющей стали. Из них, в них внутри, собственно говоря, находится тепловой нагревательный элемент, который, собственно говоря, и греет теплоноситель внутри котла. И эти трубки из нержавейки. Здесь мы можем себе позволить делать из нержавейки. И завод зота делает их только из нержавейки. А чернина, это, ну, от бедности. На этом заводе чернины нет. И как делают их из нержавейки, мы посмотрим прямо сейчас вместе с вами. Все, Оля. Я не вижу, за какая еще дверь? Вон там, вон там. Простите. За мной. Мы с вами перенеслись в цех, где у меня в руках сейчас нехромистая нить, нехромовая нить, которая является сердцем тена, которая является сердцем котла. Она набита вот в такую спираль. Вы видите. И это нужно для того, чтобы развить площадь теплообмена внутри этой трубки. И сама она сделана на 80% из никеля. Это дорого на самом деле. Есть варианты, где они же делаются на основе железа ровно точно так же. То есть с подсоединяемой резьбой с одной стороны, очень хитрым подсоединением здесь и нулевой примычкой с этой стороны. На самом деле это можно было бы сделать дешевле, например, на основе железа. Но это все от бедности, понимаете? Здесь делают электрокотлы. От котла может зависеть многое. Это комфорт и иногда и жизнь. Далее наша с вами нитка попадает вот на этот стан, где с большой высоты она опускается вниз и центруется внутри нержавеющих трубок, соединяется в одно целое и засыпается специальным порошком, специальным составом. Этот порошок магний О. Его называют здесь перекласс. Он и используется в качестве изолятора. Вибрируется с высотой 50 Гц и уплотняется. После того, как это все происходит, оно уплотняется настолько, что становится, как керамика, очень-очень плотная внутри тена. То есть мы получаем снаружи стальную трубку, внутри этот порошок, очень сильно спрессованный, и сама нехромистая нить внутри изолятора, а порошок это изолятор. По окончании этих манипуляций наша с вами пружинка оказывается внутри такой трубки в своей рубашке, где подсоединительная резьба с одной стороны для подключения фазы и нулевая перемычка с этой стороны. И наш тен сейчас выглядит вот таким образом пока на текущий момент. И здесь он на этом станке, попадая на этот маленький конвейер, прокатывается между всеми этими вальцами. Его диаметр здесь на входе 9 мм. На выходе уже 7,5 мм мы получаем прокатанный вот такой вот пруточек, еще больше уплотненный, то есть внутри уже как керамика. Он сжимается с такой силой, что прямо сейчас я держу его в руках, я чувствую тепло, он нагрелся от этого напряжения. И вот я сейчас сравню еще не прокатанный с еще прокатанным. Вот справа от вас вы видите уже прокатанный, слева от вас еще не прокатанный. Видите, какая разница в диаметре? И они здесь, вот видите, в этой стороне я их сравнял. И мы с вами идем на эту сторону. Видите, какая большая разница в длине. То есть тот пруток, тот тен, который был прокатан, он заметно длиннее стал еще не прокатанного. То есть он прям серьезно-серьезно так уплотняется. И получается вот такое изделие здесь, на этом этапе производства. После этого наш с вами полуфабрикат попадает вот сюда, на этот стан, где происходит отжиг. Отжиг не самого нагревательного элемента внутри тена, а отжиг с наружной трубки из нержавеющей стали. Потому что она была уплотнена и получила напряжение. Для того, чтобы снять напряжение с нее, ее отжигают вот таким образом. Отжигается снаружи сама трубочка. Температура отжига 1100 градусов. Напряжение между двумя этими катушками 1000 вольт. Порошок, который наполняет внутри электрический тен, для него эта температура не серьезная. Его свойства никак не меняются. Задача этого стенда, этого станка, сделать так, чтобы поменялись свойства нержавеющей стали, свойства металла, для того, чтобы он стал более податливый, чтобы он легко гнулся, плющился, чтобы он не трескался и не лопался. Вот такое изделие у нас с вами получается на выходе. И здесь они охлаждаются воздухом. Вот этими маленькими улитками. Мы с вами попали на следующий этап. Наше изделие приобрело уже вот такую форму. Вот такой загиб на 90 градусов. Из этого изогнутого прутка его наворачивают вот на такой оправке на этом станке. Поросячий хвостик. Вот такую форму приобретает наше с вами изделие. По окончании всех этих манипуляций. Форма может быть на самом деле вот такая. Вот она, да, мы с вами видим. Или такая, или такая. И вот здесь таким образом из них троих, из этих тенов, они чуть-чуть разного, по-разному на виды. Получается вот такая вот кассета из трех тенов, которую мы с вами видим в будущем. На этом участке наше с вами изделие попадает на этап сборки, где они снабжаются специальными дистанционными пластинами и специальными гайками, которые сделаны из кованых элементов, заранее откованных на этом же предприятии, либо выточены целиком из кругляка. И при помощи этих деталей, собственно говоря, собирается заготовка для самого будущего тена. После этого оно отправляется на пресс. Вот так выглядит собранный элемент. Просто надета гайка, три тена плюс-минус выровнены. И здесь, на этих прессах, происходит сборка, опрессовка этой гайки к нашим трубочкам вот таким образом. Сама по себе эта гайка из довольно пластичного металла. И оправка давила вокруг этого отверстия, уменьшая его в диаметре. И через это, это отверстие как бы обнимало наш с вами электрический тен. И это соединение получилось герметичным. Только так. Наши с вами тены в настоящий момент расклепаны и герметичны. Для того, чтобы убедиться в этой герметичности, нужен этот стенд. На этом стенде тены вкручиваются, и в них нагнетается давление в эти баки. Изнутри 20 атмосфер. 20 атмосфер это очень много. В электрическом котле такого давления не может быть. Так происходит проверка качества соединения и его герметичность. Но для того, чтобы проверить этого человека, есть еще один стенд, где по этой трубке подается давление, на этот раз уже воздуха, 6 килограмм 0,6 мегапаскалей. Воздух давит внутри в эти цилиндры и давит изнутри на эти соединения. Внутрь всех этих гаек налита дистиллированная вода. И на этот раз уже визуально можно убедиться в герметичности. В тот момент, когда давится 6 килограмм, я вижу здесь на манометре, во все эти тены. Итак, мы убеждаемся в том, что это герметично. И это последний рубеж проверки качества. А самый последний рубеж после последнего рубежа это проверка этиленгликолем. Из этих тенов 10% отбираются каждый день в лабораторию. И в лаборатории проходят испытания этиленгликолем. Эзота позволяет использовать свои котлы в системах, где есть незамерзающие теплоносители. Мы с вами отправляемся сейчас в лабораторию ресурсных испытаний. Продолжаем наш с вами путь по пути нашего с вами сердца котла, электрического тена. И по его пути, по его стопам мы идем. Сердце котла уже готово, часть испытаний уже пройдена. И сейчас мы с вами отправляемся в лабораторию, которая призвана проводить ресурсные испытания электрических нагревательных элементов. У меня за спиной происходит портионное испытание нашей с вами партии, где один из наших тенов испытывается точно так же избыточным давлением. Мы с вами уже прошли две ступени испытаний, где испытывали кратковременно разрушающим давлением 30 атмосфер на протяжении примерно 5 минут. Потом 6 атмосфер, 0,6 мегапаскаля давление воздуха, с пузырьками воздуха мы видели, проверяли на герметичность. Здесь вот в этой бочечке толщина металла порядка 20 мм. Здесь в них вкручены тены, наш один из них. И здесь внутри этой бочки этиленгликоль, пропиленгликоль. Это очень паскудная среда транспортировочная, для системы отопления. Её очень трудно протолкнуть через систему отопления. Необходимо пересчитывать рабочую точку насоса в этом случае. А когда она находится в статике, когда она не двигается, она очень текучая в этом случае. Все резьбовые соединения, всё везде течёт, сопливится. И здесь в настоящий момент как раз этой средой и проверяется на герметичность нашей тены. Это всё проверяется на протяжении примерно суток. И так проверяется партия. Здесь 10% от каждой партии. Каждый десятый тен проходит такое испытание. И только после того, как они все проходят испытания, партия допускается на дальнейший этап. Эта бочка, в которую вкручиваются тены, это теплообменник 400-киловаттного котла. На канале Стройплощадка уже было видео, где мы самостоятельно изготавливали электрокотёл. Его мощность была 4 киловатта. Здесь 400 киловатт. Чтобы вы понимали примерно разницу. 400 киловатт мощность электрокотла промышленного. И вот его теплообменник здесь используется в качестве испытательного стенда. И это партионное испытание. А вот здесь у меня за спиной происходит ресурсное испытание. То есть с октября, с ноября и по сей день эти тены здесь насилуются до смерти. Просто уничтожаются. Агрессивная транспортируемая среда, избыточные температуры, избыточное давление. Всё плохо. Они попали прямиком в ад. Здесь они задрачиваются до смерти. Вот здесь, на этом самом стенде. На следующем этапе тены, предназначенные для продажи, проходят маркировку лазером. Вот в настоящий момент вы можете видеть, как это делается. Мы с вами попали на участок упаковки. И вот у меня в руках брендированный тубус с такой крышечкой. Эти тубусы для компании Изота производят производители элитного бухла. А также в эти тубусы упаковываются наши с вами электрические тены. Здесь он уже как самостоятельная товарная единица. Он может быть использован как запчасть, в том числе, упаковывается внутрь этого тубуса. Также он может быть, этот тен любой мощности, соответственно, любого размера, может быть снабжён таким вот колпачком, где внутри он расключается и уже выходит кабель на своё управление. И это было производство одного только электрического тена. А весь котёл, как вот его нагнули, ну, в смысле, назагибали листовой металл, как он его красит. Как там сваривают, опрессовывают, проверяют на герметичность. Всё это мы, конечно же, сняли, но просто хронометраж очень огромный, потому что там производство бешеное, там город в городе. Если вам заходит, ребят, такая рубрика, потому что для стройплощадки это новая рубрика, если вам заходит, ок, напишите в комментариях, если не ок, напишите не ок, там, вот, или там что-то. У себя на канале я тоже выпущу ролик об этом, о том, как мы ездили туда, и всё это я покажу, там более интересно, там для более профессиональной части аудитории, именно для профессионалов, для сантехников будет интересная информация. И в целом там просто, ну, город в городе, там, понимаете, целый цех со сварочными роботами, огромный цех, их там куча, их там просто целая армия этих роботов. Здесь один из этих сварочных роботов осуществляет сварку наших с вами гитарей. Там всякие плазменные станки, листогибочные станки с ЧПУ, не с ЧПУ, там, с кучей разных операций, там, всякие каретки переставляют, инструменты сами меняют, там, целый парк станков бешеных, которые там револьверного типа, которые там точат, что-то раскатывают, переделывают, нарезают резьбы, там, просто целая индустрия. Труборежущий цех отдельный есть, который режет, там, всякие делать тройники, там. В общем, мы прошли путь вот этого электрокотла от и до, но, вернее, мы не именно за этим котлом там следили, а мы прошли путь от нити внутри электрического тена, внутри теплообменника, который там на наших глазах был изготовлен, который помещается внутрь корпуса котла, где и мозги, и насос, и сам котел, и расширительный бак его, и вообще он весь полной заводской готовности, импортного бренда, правда, но сделанный целиком до последнего винтика, включая его мозги. А здесь, в этом месте, единственное, наверное, самое тихое место на заводе, где производятся мозги котла, разные печатные платы, здесь вот наносится на них флюс, здесь вот устанавливаются сами элементы, здесь они запекаются. Если вам интересно позырить полный цикл, напишите в комментариях, вот производство электрокотла или твердотопливного, например, котла, и так далее, и так далее. То есть там еще огромный цех был сварочный с твердотопливными котлами, гигантский. Вот вы сейчас видите вид сверху, какой там цех и какой там я на фоне всего, что там это делается. Это один из них, а их там много. То есть готово, их там собирают с тапельной сборкой, и прямо сейчас в кадре вы видите, как я вам показываю о том, как именно это происходит и так далее. Если вам интересно, поставьте Лукашенко, ну лайк Обского там, и напишите в комментариях, чтобы мы вам об этом рассказали, потому что мы это готовы сделать только тогда, когда поймем, что это действительно интересно вам позырить, потому что кронометраж иначе будет просто очень большой. Потому что в этом ролике, помимо того, как делаются котлы, у нас в стране мы еще хотели рассказать, как делаются трубы, потому что вот эти трубы, это труба ПЕКС. ПЕКС это значит сшитый полиэтилен. Сшитый полиэтилен класса А со слоем, предотвращающим кислородную диффузию. То есть труба, предназначенная для системы топления. Полная замена трубы, например, Рихао или любой другой импортной марки, это труба из сшитого полиэтилена. Я был уверен, что до недавних времен, что у нас в России ее не делают, а оказывается, у нас есть два производства. И вот Ростерм это одно из этих производств. Я недавно был в Питере, в своем телеграм-канале я объявлял о том, чтобы монтажники там собрались, там были люди, ребята приходили, мы там тусовались, нам показывали экскурсию. И прямо сейчас вы тоже так же, как и те прекрасные люди, которые были там со мной, увидите экскурсию о том, как именно, вот именно эту трубу из сшитого полиэтилена произвели на том самом заводе. И да, для вас это будет прямо сейчас. Мы с вами попали на завод Ростерм. Это завод, где производят полимерные трубы из сшитого полиэтилена, из полиэтилена, модифицированного полиэтилена для холодной воды ПНД, полипропиленовые трубы. Все это производят здесь, на этом предприятии, в Санкт-Петербурге. Здесь несколько линий, вот таких вот длинных, смотрите, где производятся трубы из сшитого полиэтилена. Слева от вас находятся эти линии, справа от вас станки, которые предназначены для производства фитингов из полипропилена и прочих. Это уникальный станок, он работает с полиэтиленом. Здесь два шнека, вращающихся синхронно навстречу друг друга, проталкивающих материал. Система дозирования очень сложная, потому что здесь очень маленькие дозы, очень точные. Здесь все проталкивается через утюги. Все это компьютизировано, все это на мониторах. Когда все это смешивается в одно целое, сами гранулы полиэтилена, приезжая сюда, приезжают в специальных биг-бегах. Эти мешки вакуумные, в них нет воздуха. И вскрывая мешок, у оператора, работающего за этим станком, есть 5 часов для того, чтобы весь его полностью освоить. Потому что влага, которая содержится в воздухе, является катализатором для этого материала. Материал сшивается уже на этой стадии. И здесь он проходит процесс сшивки уже в процессе. Пока он в шнеке, он выходит отсюда. И вот эта труба, вернее, сказать, шланг из полиэтилена, попадает сюда, вот в этот... Многие называют его реактор. Это не совсем правильно. Вот в этот облучатель. Здесь эта труба протягивается вверх, туда, до этого колесика. И возвращается обратно через второй облучатель. Два облучателя, по четыре таких кассеты. Инфракрасными лучами облучается труба. И в процессе облучения сшиваются молекулы полиэтилена. Две молекулы вот таким образом бомбардируются и сшиваются между собой. И так материал получается сшитым. Полиэтилен на входе и сшитый полиэтилен на выходе. Сшитый полиэтилен попадает далее в это маленькое водяное кольцо, где охлаждается. Сами эти облучатели этими шлангами непрерывно охлаждаются. Здесь очень мощная система вентиляции. Оно облучается. Так происходит процесс сшивки полиэтилена. Шланг на входе, труба на выходе. Далее эта труба охлаждается, вакуумируется. Эту линию очень сложно запускать. И для того, чтобы ее запустить, эту трубу как нитку надо вдеть в этот станок. А иголка, которая служит для вдевания этой нитки, это вот эти трубы, которые здесь вы видите. Эти трубы нужны здесь для того, чтобы быть использованными как иголки, которые вдевают нитку в игольное ушко, приматывается и протягивается. Так перезапускается эта линия. Далее эта труба охлаждается, промывается водичкой, которая здесь возвратная. Вот здесь вы можете видеть вот этот вот маленький бассейник, который служит тем резиновым кольцом, на котором в станке были. Вот я сейчас рукой хватаюсь за трубу, и вы можете увидеть, с какой скоростью она продвигается по этому конвейеру. Чем больше диаметр трубы, тем меньше скорость. Вот в данном случае вот этот бассейн здесь за ненадобностью, через то, что здесь маленький диаметр, здесь в настоящий момент он не используется. Был бы диаметр больше, использовался бы. Точно так же здесь эта труба обдувается со всех сторон, для того, чтобы дооблучается в этом месте, сушится в том числе. То есть она охладилась, обдулась и чуть-чуть просушилась, для того, чтобы здесь, в этом месте, она была подготовлена к тому, чтобы на нее был нанесен кислородно-защитный барьер, так называемый слой эвох. Толщина трубы я вижу на мониторе 15,9 мм. Почти 16, без одной десятки. И вот эта одна десятка как раз здесь и достигается. Два ингредиента, два силоса. Вы видите клеевой слой, слой эвох, и вот он там. И вот он здесь натягивается на трубу. Следующим этапом опять мойка, охлаждение в таком бассейне. Вот с такими крайниками, вот таким вот дисковым фильтром. Среда возвратная для мытья. И это предпоследний этап. И здесь, на этом этапе, опять труба обдувается. То есть труба одноклойная, но по факту имеет три слоя, включая клеевой. Вот это вот датчики, они здесь контролируют толщину стенки трубы, диаметр трубы, ее геометрические показатели. В этом месте этой печатающей головкой наносится маркировка через каждый метр каплиструйным методом. После того, как прошли все этапы, вот такой маленький смешной станочек с двумя конвейерами, идущими навстречу, который тянет трубу из нашего экструдера на все это длиннющее расстояние, что мы с вами прошли. В данном месте происходит обрезка трубы и наматывание ее в готовые бухты. Вот так выглядит почти готовая товарная единица. Этот палет, и этот палет, и все они, это пока что еще не склад. Это временное хранение на производстве. И эта труба будет отправлена на склад, а значит и вам на прилавки, и на ваши объекты. Только после того, как пройдет лабораторное испытание. Только после этого лаборатория дозволит эту трубу промаркировать и отправить на склад на дальнейшую реализацию. Это была линия по производству трубы из сшитого полиэтилена. Чем отличается обычная труба полиэтиленовая от трубы из сшитого полиэтилена? Так это как раз термостойкостью. Потому что вот обычная черная труба ПНД, которую мы с вами обычно закапываем на улице под землю, предназначенная для холодной воды, она не термостойкая, в отличие от этой. Это уже облученная, где молекулы сшиты между собой, как звенья цепи. И через это у нее термостойкость лучше и эффект молекулярной памяти. И этот эффект молекулярной памяти как раз там есть лаборатория такая же, как у них проверяется это дело, и проверяется степень сшивки, качество сшивки, и входящее сырье проверяется в лаборатории. И прямо сейчас вы видите, как именно на машине растягивается, и как при нагреве труба, или вернее сказать материал, из которого изготовлена труба, сшитый полиэтилен, возвращает свою форму обратно, помня ее, какая она у него была, ему придана, этому материалу. Во момент сшивки эффект молекулярной памяти. У меня здесь есть вот такие чипчики. Используя их, мы сейчас нагреем нашу с вами эту трубочку. Видите, как она шевелится от температуры. И при нагреве мы с вами видим, что полиэтилен сшитый стремится вернуть свою начальную форму. Не факт, что у него это получится, но он к этому стремится. Вы видите, вот он здесь прозрачный стал, видите, сейчас он остынет и вернет свою начальную форму практически один в один. У нас два контрольных образца, видите, одинакового абсолютно размера. Хотя удлинилось, вы видели, раза, наверное, в четыре. В этом и фишка этого материала. И эта труба обладает эффектом молекулярной памяти. И эта труба, труба ПЕКС. ПЕКС бывает нескольких видов сшивки. А, Б и С. Это химический метод сшивки, методом облучения и методом бомбардирования электронов. Электрохимический способ. В общем, кроме этого, там на том производстве вот этот полипропиленчик сделан. И здесь, на этом объекте мы тоже и именно его будем применять. Также здесь полипропиленовые фитинги. Вот так выглядит станочек для литья фитингов и различных элементов из полимеров. Так выглядит пресс-форма для литья под давлением. А вот так выглядят биг-беги с разными литниками, которые остаются после того, как отливаются фитинги, например, из полипропилена. Остаются такие литники. Они используются повторно, но уже не для отливки фитингов, а для отливки чего-то менее ответственного. Например, якорные скобы для крепления трубы, разные клипсы, ключики. Все то, что находится не под давлением транспортируемой среды. То, что имеет косвенное отношение к ВД-проводу. Например, ключики для радиаторных кранов Маевского. Вот такой огромный запас форм, предназначенных для литья под давлением, которые используются вот на этих станках, которые, используя их вот из этого сырья, забирая его отсюда, очень приятные на ощупь, такое, знаете, как этот, пупырки. Есть пленка пупырчатая, и из этих гранул под давлением подается сюда, в силос, отсюда, сюда, давит в эту форму. Вот она здесь заряжена под давлением. И после того, как это все происходит, волшебство, оно разъединяется, и готовый продукт опускается в ящичек. Вот с этой стороны я вам покажу. Вот таким вот образом выглядит готовый продукт, где отламывается вот этот переходик 25 на 32, и остается только литник, который используется повторно. Вот только что при вас повторился цикл, и только что при вас был изготовлен новый полипропиленовый фитинг. Полисульфитные фитинги, они также делают... Вы видите на производстве, я вам показываю, как делают пуш-фитинги, а это фитинги для ПЕКС-трубы с надвижными гильзами. Ну, полный аналог и замена рихни в том числе. Поэтому в России есть это все, и проблем нет, и я продолжаю работать, и все ок. Только что разгрузилась фура, которая привезла сырье на это предприятие. А сырье здесь в подавляющем большинстве случаев используется отечественных производителей. Также там, в лаборатории, я убедился лично, что эта труба выдерживает почти 80 килограмм кратковременного разрушающего давления холодной транспортируемой среды. Закрываем защитный экран. Здесь 35 бар, давление держит уже, мы уже наболтали. Это в 3,5 раза больше рабочего давления трубы. И прямо сейчас мы наращиваем давление. И мы с вами видим давление 40 бар, 45 бар, 50 килограмм, 55, 60, 65, 75, 80, 85. 85 атмосфер выдержала эта труба. При 85 наступило разрушение стенки трубы. Чтобы вы понимали, в колесе у 20-тонной фуры, которая 20 тонн весит сама, и 20 тонн груза везет на себе, у них в колесе по 5 бар давления. Здесь сейчас вы все видели. Ну и напоследок, куда без них, они всегда были вне конкуренции. Челябинские латунные краны. У меня в руках краник юбилейной серии 30-летней в этом году. Челябинской компании LD, производящей латунные стальные шаровые краны от таких маленьких, и даже еще меньше, до огромных размером, больше, чем я могу показать руками, кранов тысячных. В том числе вот такие, кстати, смотрите, у них начали новенькие краники, появились под манометр. Сюда манометр вкручивается, вот это вот сбрасывается вот через здесь. Сложно, на самом деле, подснять, чтобы камера не меня снимала, она фокусируется на мне. И да, этот кран, начиная с медного и цинкового лома, и заканчивая готовым продуктом, максимально полный цикл все, все его детали от и до на одном предприятии, и тоже для вас прямо сейчас. Производство латунного крана начинается с металлургии. И у меня за спиной сейчас металлургический цех, где производят латунный пруток, который является стартовой отправной точкой, из которого уже производят сами изделия. Здесь, на этом предприятии, полный цикл производства, и они переплавляют самостоятельно латунь, и отходы переплавляют вторично, вся стружка, и второй раз идет переработку. Не надо заказывать пруток у кого-то еще, его использовать, переработанную стружку сдавать как металлолом обратно, а потом за деньги эту же стружку в виде прутка покупать снова. Здесь с этим проблем нет, здесь все выплавляют самостоятельно, обо всем по порядку. Идем и зырим. Для тех, кто пишет в комментариях о том, что весь металлолом уходит за границу, нет, часть его все-таки остается в России, здесь. И вот это, это трубки кожухотрубных отработанных теплообменников, которые передают тепло от теплоносителя в горячую водичку. Горячая вода идет в том числе по этим медным трубкам в вашей квартире. Но они зарастают накипью, выходят из строя, и потом они отправляются во вторичную переработку. Они здесь обретут новую жизнь, но их новая жизнь будет по-прежнему сантехническая. Идем дальше. Цветной лом уже сортированный поступает сюда, но здесь он дополнительно еще раз сортируется. Сантехнический лом. Здесь его поставляют поставщики, сборщики металлолома. С предприятием у них заключен договор. Если предприятию что-то не нравится, степень загрязнения, они до 30% могут вернуть обратно. Поэтому они стараются качественно сортировать. Сепараторы подшипника, например, здесь, они отложены отдельно, потому что это другие свойства металла, чуть другой расклад. И для того, чтобы получить по нужному рецепту для крана нужный расклад, есть такое понимание. Латунь – это сплав. Сплав цинка и меди. Соотношение должно быть определенное, и оно строгое. Есть такое понимание, как сантехническая латунь. И вот для того, чтобы получить сантехническую латунь, здесь нужно много сортировать, чтобы примерно получить нужный расплав. А более точный расплав мы увидим на следующем этапе. То помещение, где мы сейчас были, сортировка металлолома и приготовления, оно у вас за спиной осталось, ребят. А у меня за спиной сейчас одна из печей, где расплавляется цинк и медь. И здесь получается латунный пруток, который здесь вытягивается. Как именно, покажу позже. И заодно покажу вам пробы, как именно, собственно говоря, получается расплав. Вот от этого прутка делается спил, и специальным электрическим прибором прошибается. И таким образом мы понимаем то, насколько качественным получился расплав латуни. Для того, чтобы это получилась именно сантехническая латунь, такая, какая надо, чтобы цинк не вымывался транспортируемой средой. Потому что на водопроводе, если будет некачественный расплав, быстро развалится кран, просто цинк будет выщелачиваться, будет пористая структура у металла, он будет просто рассыпаться от времени. Оттуда, с нашей с вами металлоприемки, металл поступает сюда, загружается вот на этот постамент, а оттуда вот в эту печку, ребят. Эта печка на самом деле микроволновая печка. Она греет индукционным способом, как микроволновка. Разогревает цинк и медь. То, что вы сейчас видите мерцание, это так сгорает цинк. Поэтому, когда сваркой варят оцинкованный металл, такая яркая вспышка. Он очень ярко горит. Расплавленный металл попадает вниз печи, где работают специальные кристаллизаторы, которые кристаллизуют металл. И у нас с вами вытягивается пруток, представляющий собой латунную трубу с расплавленной латунью внутри нее. И вот оттуда оно вытягивается, и в процессе вытяжения оно охлаждается. Разные диаметры с разной интенсивностью вытягивается. Мелкий побыстрее, крупный помедленнее. Печь, в которой был изготовлен пруток, находится сейчас у вас за спиной, а сам пруток находится за спиной у меня. И вот он перемещается сюда, на вот этот скрипировочный станок, где он зацепляется здесь этой кареткой и протягивается сквозь вольфрамовое кольцо. Вот так выглядит готовый результат. Такой гладенький, приятный на ощупь, еще не окислившийся, не покрывшийся активной пленкой латунный расплав в виде прутка. В виде прутка шестигранника разных диаметров и сечений, выплавляемых здесь, в этом цеху. В процессе всего этого действия, это называется скальпирование. В процессе вот этой скальпировки, вот эти отходы, получившиеся, они возвращаются обратно в печь, из них снова выплавится пруток, и опять цикл повторится. Этот материал возвратный. Если бы завод заказывал пруток где-то на стороннем предприятии, то вот это он бы сдавал в лом, а здесь у него это сырье. Эти станки распиловочные, они распиливают пруток на маленькие готовые чушки, вот такие. И из этих чушек уже, собственно говоря, делаются заготовки. Здесь уже второе ОТК, и на этом этапе производства у нас получаются готовые чушки. И ОТК помечает качественный продукт с зеленой краской. Если бы был некачественный, краска была бы красная. Здесь же находится литьевое производство, где производят рукоятки для будущих крайников. Все нужные детали изготавливаются уже сейчас. Рукоятки из луминового сплава. Вот таким образом они здесь на этих вешалках изготавливаются, покрываются поросковой краской и запекаются вот здесь, в этой печи. На этом этапе производства из этого шестигранного и круглого прутка уже производят детали, из которых будет состоять будущий кран. Вот на этих токарных станках, они такие маленькие, но уже токарные. И здесь мы с вами можем увидеть, как именно происходит процесс обработки деталей. Мы с вами перемещаемся в соседний цех, где наши помеченные зеленой краской заготовки попадают в этот огромный станок, который очень шумно штампует из них корпуса будущих кранов. Здесь с этой стороны из станка выходит уже готовый продукт, вот корпусы с обоем, пока что уже не обработаны. Выглядит вот таким образом. Здесь на этом этапе латунь, она раскладывается до состояния пластилина, и можно отформовать любую форму, и все надписи, и вся маркировка наносится уже на этом этапе. У меня за спиной целая аллея этих станков и диаметры получаемых заготовок от самых маленьких до самых больших. Сердце шарового крана – это его шаровый затвор. Здесь на этих станках как раз и делают шаровые запорные устройства для шаровых запорных кранов разного размера, веса и калибра. Экология, я соберу просто такой же кулинар и просто сверлю отвертку. У меня за спиной огромный станок, который обтачивает крупные корпусы латунных шаровых кранов и ровно точно такие же станки, установленные в Италии на итальянских производствах, именитых итальянских брендов, которые нынче в дефиците. Здесь вот ровно точно такой же станок, это он и есть. Вот так выглядит готовая деталь и заготовка на входе и на выходе. Здесь мы подходим к концу производственного цикла. У нас появился набор готовых деталей, пришедших с разных участков, на которых мы с вами только что побывали. Готовые шарики, готовые детальки. И здесь происходит процесс от велоконтроля качества работы, контролирует качество. Жир, вес, все измеряется по всем параметрам. И уже готовые детали поступают на сборку, которая находится за спиной у этих прекрасных барышек. Вот этот карусельный станок из готовых деталей изготавливает уже, собственно говоря, сам краник. Здесь он еще пока что без ручки. Готовый кран выглядит уже вот таким вот образом. У него пока что еще нету рукоятки. И сразу после того, как он проходит процесс опрессовки, он обретает рукоятку. Только после этого уже вот эти прекрасные барышни вручную устанавливают ее на кран. И некоторые модели неходовых кранов или очень больших размеров для латунных кранов, они также собираются вручную. Так выглядит цех, где вручную собирают некоторые неходовые краны с манометрами, краны под манометр и так далее. И также здесь происходит упаковка кранов. И они определенных размеров, в определенном количестве, определенным образом умещаются внутрь коробки и попадают сюда, на последний отдел УТК, где эта коробка взвешивается, где оператор знает, какой должен быть вес у определенного количества кранов, находящихся в коробке. И если этот вес за пределами заданных пределов, значит, в коробке не хватает какого-то чего-то, какого-то винтика, какого-то уплотнения в каком-то из кранов. Это последний рубеж проверки качества. И здесь эти коробочки укладываются, собственно говоря, на палеты, где они маркируются по цвету. Мы видим краны с черными ручками в черных коробках, краны с желтыми ручками в желтых коробках. И уже отсюда это все отправляется на склад готовой продукции, где за его стенами уже логистический центр, откуда эта продукция отправляется на прилавки. Пока мы готовили этот материал, старались, снимали, мотались по всей стране. И в этот период Дима, автор канала, этого канала, выкладывал шорцы, короткие ролики, где показывал процесс производства тех или иных моментов. И там очень много было носорогов вот с такой броней, которые писали, дескать, вот импортозамещение, а станок-то импортный. Да, конечно, естественно, он импортный. Я сегодня утром пил кофе и ел бутерброд с маслом, где хлеб для своего бутерброда я импортировал из магазина. И масло тоже импортировал из магазина, чтобы использовать его для того, чтобы кушать. к примеру, или для моих потребностей, для моего производства, к примеру, я производитель бутербродов, я беру масло, намазываю на хлеб и получаю продукт готовый. А сырье, хлеб и масло, я импортирую из магазинов. Я в состоянии производить их сам. Я умею доить козу, она у меня даже возможна и есть или будет, если понадобится. Но выгоднее экономически. Мне просто тупо покупать масло у производителя масла, а хлеб у производителя хлеба, потому что самому проходить все эти циклы просто экономически невыгодно и нецелесообразно. Поэтому на заводе электрокотлов ЗОТА они микросхемы заказывают часть в Тайване, часть на стороннем предприятии в России, а часть делают сами. И если придется, всю электронику будут делать сами, но не делают ее сейчас, потому что им экономически нецелесообразно. И вот пишут, дескать, ко-ко-ко, там твердолобики, станки импортные. Конечно же, они будут импортные, потому что какой смысл строить станкозавод, чтобы произвести на свет 4-5, ну пусть 10 станков на всю страну, из-за 10 станков строить завод идиотизм. Поэтому, конечно же, они будут импортные. А производитель станков импортных, тот импортный, чей станок используется, он тоже не все комплектующие для своего станка делает сам, часть заказывает где-то. Вот, к примеру, я вам покажу пример. Вот насос. Насос циркуляционный, он производится на производстве на ни одном. У него внутри здесь электродвигатель, он делается на электротехническом заводе, там специальная электротехническая сталь, электротехническая медь, специальным образом намотана распаячная коробка и так далее. А вот эта часть улитка насоса, она отлита из чугуна и ее для них отливает литейное производство, электротехническое производство и литейное производство. Они вместе вот так вот держатся и производят готовый продукт, который мы используем, насос в данном случае. И это норм, и это ок, и так и должно быть. От того, что сейчас происходит в мире, мы нифига не в восторге. Сказать, что мы не в восторге, это ничего не сказать. Мы охренеть не в восторге. Мы блогеры сейчас бесплатно для вас работаем, в том числе по этой причине, без проблем. Это вообще не проблема. Никто не ноет, мы не вякаем, в отличие от некоторых тут. И самый лучший способ это вернуть все как прежде, всем со всеми помириться, всем со всеми договориться. Кто-то говорит, что там бизнес и политика, это когда политика входит в дело и это туда-сюда. Но на самом деле, так или иначе, ребят, все от денег и все начинается с денег, и все войны начинаются с денег и все всегда решают деньги. Так или иначе. И экономическая разумность или целесообразность всегда имеет смысл. Если мне продавец масла не продаст масло, я пойду в соседний магазин. И если мне там не продадут, тогда, конечно, тогда я пойду в третий магазин. А оттуда в четвертый и в пятый. И только потом, может быть, я задумаюсь о том, чтобы производить масло самостоятельно. Если мне это будет нужно, если потребуется, если мне ради одного бутерброда, то, конечно же, я не буду заводить животных, синтезировать молоко, доить и делать масло так. Из-за одного бутерброда это просто нецелесообразно. Поэтому, да, станки импортные, но не у всех. У многих они есть и отечественные, в том числе советского производства, и российские, современные, на бешеных чугунных станинах, огромные, которым просто тупо нет сноса. Меняй расходку, меняй манжеты, на прессах они вечные. Там просто тупо нечем уломаться, они вечно служат. Просто менять только расходники на них, и всё. Это в случае с бутербродом, с хлебом и маслом, казалось бы, простой пример. Но, вот взять, например, Дмитрия Левина, директора компании LD, ему сейчас зарубили редукторы. Редукторы, которые поворачивают огромные шары на производстве стальных кранов, производство которых я покажу на своём канале, на будни сантехника, ссылка на которые в описании. Я покажу, как это делается. И вот они приводятся в движение, запорный элемент шаровый приводится редуктором, потому что он огромный, просто руками рычаг не повернёшь. И эти редукторы ему зарубили, он пошёл в другое место и там тоже зарубили, и ему ничего не осталось, как просто тупо их повторить и начать делать самому, и теперь он сам их выпускает, и теперь у него большие, огромные эти шаровые экраны полностью сделаны собственными мощностями, включая редукторы, теперь на редукторах выбито его имя и его инициалы, и теперь он сам их делает. А когда-то он попадал в такую же историю с фланцами, когда наступал сезон, у него для фланцевых кранов нужно было приваривать фланцы, и ему их тоже не отгрузили, и ему пришлось просто взять и тупо делать их самому. Сейчас он сам себе делает фланец, и без проблем всё отлично. И по цене легко влазит и конкурирует на рынке, по части стальных кранов они уже давно завоевали рынок, а латунные краны вот сейчас будут завоёваны. Ладно, первый вопрос получается. Как относитесь к санкциям, и есть ли от них реально угрозы? Вы знаете, конечно, санкции, это всегда неприятно, но я считаю, что в результате санкций Россия наша должна подняться дальше. Почему? Потому что когда мы работали раньше, было засилие западных компаний, которые, честно говоря, не давали развиваться, потому что в процессе развития очень сложно сразу навязать реальную конкуренцию как качеством продукта, так и ценой. Поэтому сейчас, я считаю, это хороший вызов для российских компаний, когда западные компании уходят с нашего рынка, чтобы развиваться, развиваться и развиваться. Производство, ну как ни крути, сейчас всё равно всё производится во всём мире. не хватает какого-то элемента, который попал под санкции. Ну, допустим, там есть шутка про армянские процессоры. Как вы будете решать такие проблемы тоже через третью страну? Вы знаете, честно говоря, я всегда чувствовал, что такая ситуация может быть и всегда старался, чтобы у нас все комплектующие были российскими. Последние комплектующие, что у нас было не российское, это были редукторы, которые два года назад, когда наступила пандемия, внезапно тоже перестали поставляться. Склады были закрыты, это ра***, и мы остались без редукторов. Мы тогда экстренно стали запускать свои редукторы. Сначала обратились к смежникам, кто-то нам лил, кто-то нам обрабатывал, у себя мы собирали. Сейчас мы это делаем полностью сами. Поэтому в рамках нашего предприятия мы минимально зависим от импорта, только в рамках инструмента и в рамках того оборудования, которое мы применяем. Поэтому я считаю, что всем российским компаниям нужно искать резервы, искать здесь поставщиков и на какое-то время отказываться от, как вы сказали, армянских микросхемы, работать без них. Микросхемы можно заменить все-таки механизмами. У вас полный цикл производства, я правильно понимаю? В рамках наших заводов у нас полный цикл. На стальном производстве мы используем металлопрокат, на фланцевом производстве мы используем металлолом, на латунном производстве мы используем тоже металлолом. Честно говоря, я тоже ставил задачу изначально производства полного цикла независимо ни от чего, потому что мне не хочется каждый день открывать компьютер и смотреть куст доллар или какую-нибудь биржу, либо еще что-то. Я хочу спокойно развивать. Конечно, наш путь был достаточно сложный, потому что мы должны были овладеть кучей технологий, которых можно было не овладевать и просто купить. Но с другой стороны я понимал, что мы будем всегда более гибкое предприятие и менее зависимое от чего-то, от внешних каких-то источников. Дмитрий, мы сейчас на завод, когда попадали, мы на парковке увидели машину АвтоВАЗ, и Юленька, вот она там за кадром, она сказала, что это ваша машина. Это правда? Да. Вы пересели на Жигули? На Жигули пересел, да. Значит, вот ситуация была такая. Я заядлый автолюбитель и перепробовал очень много автомобилей и спортивных, и неспортивных, и разных. Я хочу что сказать, когда я в свое время ВАЗ-27083 свой в тюнинге, скажем, продал и купил иностранный автомобиль, это был BMW 520, E39, хорошая машина, я тут же познакомился с сервисом, тут же. До этого я не знал, что такое сервис, я обслуживал машину сам, я полностью ее, значит, доукомплектовывал, тюнинговал и так далее. С BMW я познакомился с сервисом и я любил BMW, но немножко себя не уважал, потому что я кучу денег тратил постоянно на этот BMW. И года 3 назад я уже говорю, надо пересаживаться на что-то земное, потому что, честно говоря, я перестаю себя уважать за то, что я постоянно трачу, 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 и у них какие-то все болячки, проблемы и так далее. И ты боишься за этот автомобиль, что то у него двигатель греется, то, скажем, коробка передач, то там еще что-то. И всегда какие-то нюансы есть. Что касается, кстати, японского автопрома, там говорят про качество японских автомобилей, я могу только свое мнение высказывать, оно чисто мое. Когда я прочитал книгу «Путь Тойота» в свое время, я понял, что они не рассказывают про свою систему качества, это офигенный маркетинг, который убедит нас в качестве Тойоты. То есть все прочли эту книгу, по ней многие производства строились, и у нас в голове откладывают, что да, Тойота это качественный автомобиль, крутой автомобиль и так далее. То есть эта книга создана для того, чтобы продавалась Тойота еще лучше. Когда я посмотрел систему качества нашего ЧТЗ 59 года получил, она была сделана полностью по Тойоте. То есть не по Тойоте, а Тойота по ней. То есть это все у нас было уже описано в 50-х годах. Эта вот система и точно вовремя и так далее и тому подобное. Я понял, что они просто обычную производственную систему, до которой ты логикой доходишь, что должно быть партионная передача деталей, что не должно быть скопление в цеху, все должно быть на местах, они просто круто продали. Ценообразование всегда все-таки идет от себестоимости, чтобы наш клиент получал реальный продукт, мы никогда не закладываем стоимость бренда, что там вот это же он должен стоять уже в два раза дороже, а за что в два раза дороже он должен стоить. То есть и в итоге вот это вот все делает так, что мы платим тайную, тайную, четвертную цену как бы за обычный абсолютно продукт. Мечная гад вообще раздражает. Это как в той истории когда вы зашли впервые на рынок стальных шаровых кранов. Никто не верил, что они не хуже, потому что они дешевле. В смысле? Ну конечно, я захожу, мы заходим на рынок стальных шаровых кранов. Есть кран под приварку, есть кран фланцевый. Я смотрю, западный кран фланцевый стоит в два раза дороже, чем кран под приварку. Я говорю, а что, два фланца стоят столько сколько кран? А никто не может ответить. Думаю, как так-то? Вот мы взяли кам под приварку, добавили стоимость двух фланцев, даже добавили еще наценку на них, что мы их приварили и немножко заработали. Он получился на 20-15 процентов дороже приварного, но не в два же раза. Первый кран, который я приваривал в своей жизни, был в желтой рукодетке, это был кран ЛД, и я хорошо помню, что приваривая приварной кран, он должен быть открытый, ребят. Почему? Потому что если вы будете приваривать в закрытом состоянии, вы попадете продуктами сварки на запорный элемент. Запорный элемент в виде шарика. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Все из представленных в сегодняшнем ролике отечественных производителей и даже больше, и еще больше на предстоящем слете сантехников более подробно в видео, которое вышло перед этим роликом, посмотрите, высоко художественный и высер. Мы там постарались, мало просмотров набрало, а вы сейчас пойдете и позырите, и увидите. И там на слете сантехников призы и подарки, как выиграть автомобиль, дачу, клячу, и вот это все. Позырите, зарегистрируйтесь. Москва, пятница, 13 мая, уже совсем скоро. Я там буду, все там будут, все блогеры, все там производители. Короче, будет клевая, веселая, тусовка офигенная. Приходите, ссылки все в описании, вся информация, все, что нужно, все там есть. Зырьте, а я вам желаю огромной удачи и мирного неба, ребят, поскорей бы уже, поскорей нам всем мирного неба, да. Огромной всем удачи и по кулике. Субтитры создавал DimaTorzok